Привет всем ! Вы на канале Пульс Земли. Ежедневный обзор событий и катаклизмов на земле. Итак, события за 7 сентября. Поехали. В районе Антаки турецкой провинции Хатай вспыхнул новый лесной пожар. Проводятся работы по тушению огня. Лесной пожар начался около двух часов дня на горе Хабиб и Никар. После сообщения о пожаре в этот район были отправлены пожарные и лесные бригады. Прибывшие на место экипажи продолжают реагировать на возгорание. Пожар быстро распространяется в результате сильного ветра. К тушению огня привлечены один самолет, четыре вертолета, тридцати рассителей и сто пожарных. Также в тушении этого пожара принимают участие волонтеры. Турция не успела отойти от масштабных пожаров, где наиболее опасная ситуация сложилась в курортных районах Анталии и Марморис в провинции Мугла. Там пришлось эвакуировать туристов и жителей близлежащих районов, в которых некоторые деревни сгорели дотла. Как появились новые очаги возгорания? Не исключен и факт поджога. Власти Турции сообщили, что пожарным удалось остановить распространение огня в ста тридцати очагах возгорания. Однако это не означает, что пожары прекратились. На сегодняшний день леса полностью сгорели на территории в сто тысяч гектаров и скорее всего эта площадь станет еще больше. За прошедшие сутки в Китае сошло пять массивных оползней. Согласно сообщениям китайских СМИ, деревня Вуфу в городе Куншань пострадала от схода оползня. Тело оползня пронеслось через долину. Пять дворов и 13 домов были похоронены на противоположной стороне горы, в результате погибло три человека. После схода оползня округ Тунзян приступил к ликвидации последствий от стихийного бедствия и организовал проведение спасательных работ. Еще один оползень произошел в основании общины в Лангжуне, провинции Сычуань. Он поставил под угрозу безопасность жилых домов в непосредственной близости от четырех жилых кварталов. В результате оползня жертв и пострадавших не отмечено. Остальные оползни были отмечены в провинции Сычуань, городском округе Дачжоу. Один из самых массивных оползней снес четырехэтажный дом. Пока нет информации, находятся ли люди под завалами. На место происшествия прибыли группы экстренного реагирования, проводится расчистка территории, а также оценка нанесенного ущерба. Будем надеяться, что обошлось без пострадавших. Во время сильной грозы, которая обрушилась на провинцию Шаньдун в Китае, было зарегистрировано по меньшей мере 12 разрядов молнии, ударивших в один и тот же фонарный столб за считанные секунды. Множественные удары произошли менее чем за 10 секунд. Очевидец отступил в здание, осознав опасность нахождения на улице в грозу со включенным мобильным телефоном. Эксперты считают, что молния действительно поражает одно и то же место более одного раза, вопреки представлениям о ней. Это может быть случайность, когда разряд происходит рядом с предыдущим ударом молнии в течение короткого отрезка времени. Сильное наводнение обрушилось на город Экотипек, который входит в штат Мехико. Пока известно, что в общей сложности пострадали более 19 кварталов, в которых проживает от 120 тысяч до 150 тысяч человек, по данным муниципальных властей. Сегодня было подтверждено, что два человека погибли после того, как их унес поток, вызванный проливными дождями в муниципалитете. Последние три дня Мексика продолжает испытывать на себе обильные осадки. Сильные дожди в долине Мексики повлияли в основном на штат Мехико, вызвав наводнение. Пострадали по меньшей мере три муниципалитета — Атисапан, Экотипек и Тлолнепантла. Органы гражданской защиты Мексики призвали к крайним мерам предосторожности из-за природного бедствия. Граждане опубликовали видеоролики, на которых видно несколько автомобилей, плавающих в воде на затопленных улицах. Некоторые автомобили сносило потоком воды. Горожане, застрявшие в машинах или на рабочих местах, уверяли, что уровень воды достигал 50 см, а в некоторых местах и более. Официальные лица Масбати и Камарини-Ссур распорядились о принудительной эвакуации жителей, проживающих в зонах повышенного риска и при остановлении работы и занятий из-за угрозы тайфуна Джолина. Все местные подразделения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций были переведены в режим повышенной готовности. Джолина появилась над Самарским морем и движется в сторону Масбати. По данным Метеорологического бюро, тайфун движется на северо-запад со скоростью 15 км в час и несет максимальные устойчивые ветры со скоростью 120 км в час в районе центра и порывы до 150 км в час. В нескольких городах Висайских островов произошли перебои в подаче электроэнергии и масштабные наводнения, поскольку тайфун Джолина сохранял силу, двигаясь по суше страны. Тайфун Джолина, получивший международное название Кансон, разрушил множество районов после двух последовательных выходов на берег в Дараме, штат 100. Ожидается, что шторм сохранит свой статус тайфуна, поскольку в течение следующих 12 часов он переместится в прибрежные воды Клаверии, двигаясь в северо-западном направлении со скоростью 15 км в час. На вулкане Аски в Исландии обнаружен подъем, начавшийся в конце июля. GPS наблюдения и карты деформации грунта, полученные по данным спутника Sentinel-1, показывают, что вулкан Аски начал раздуваться в начале августа 2021 года. Сигнал о поднятии сосредоточен на западном краю Аскджаватн, недалеко от Алавсджигар, и соответствует 5 см в месяц вертикального движения. Геодезическое моделирование, выполненное с использованием GPS и спутниковых данных, показывает, что источник этой деформации находится на глубине около 3 км и соответствует изменению объема примерно на 0,001 км. Причина такой деформации неясна, но, скорее всего, она вызвана притоком новой магмы. Вулкан Аски сейсмически активен, и в этом районе регулярно происходят землетрясения. Крупный град выпал в Сакбаржа, муниципалитет в Бразилии, входит в штат Рио-Гранди-Дусу. По сообщениям местных жителей, стихия буйствовала не более 10 минут. По сообщениям местных СМИ, град не нанес серьезных повреждений. По крайней мере местные жители не сообщали об этом. Известно, что град сопровождал ливень, за 10 минут выпало 10 мм осадков, в некоторых районах отмечены небольшие локальные наводнения. Размеры градин были до 4 см в диаметре, как для Бразилии довольно крупный град. Очевидцы события зафиксировали это событие на мобильные телефоны и поделились им в сети интернет. По прогнозам, на ближайшие два дня в некоторых муниципалитетах ожидаются ливневые осадки до 200 мм. Есть опасения, что некоторые районы могут быть затоплены. По данным Cal Fire, площадь пожара Dixie Fire выросла до 370 000 гектаров. Сегодня утром пожар увеличился примерно на 1700 гектаров. Уровень сдерживания незначительно вырос и теперь составляет 58%. Юго-восточная зона пожара продолжает оставаться очень активной, распространяясь на юг и восток, способствует этому сухая растительность. Ночью пожарные бригады укрепили линии сдерживания и искали точечные возгорания, которые тушили две тысячи сотрудников. Экипажам из восточной и западной зон удалось держать огонь в нескольких районах выше шоссе 395 и к югу от Милфорда. В районе к югу от Тойлорсвилля характер пожара усилился в течение дня по мере повышения температуры. Изменение климата усиливает засухи, которые высушивают регионы, создавая идеальные условия для распространения лесных пожаров, которые наносят небывалый материальный и экологический ущерб. В результате пожара Dixie в понедельник пострадали трое пожарных. Слабый ветер и повышенная влажность помогли пожарным, но спасатели готовятся к тому, что в ближайшие дни температура превысит 38 градусов по Цельсию. Плохая погода прибыла в понедельник итальянскую Апулию. Сильные бури ударили по коммунах Нардо и Саленто с проливными дождями. В городе Нардо выпало до 100 мм дождя, 40 мм обрушилась в Саленто. Дороги были затоплены в некоторых районах. Особые трудности возникли в основном в районе университетского городка. Некоторые граждане сообщили также о затопленных подземных переходах и подвалах домов. Пожарникам удалось спасти женщину из затопленного автомобиля. К счастью, о пострадавших и жертвах непогоды информация не поступала. В городах затоплены целые улицы. Спасатели экстренно строят заградительные сооружения. По прогнозам синоптиков, погода пока не изменится. Местных жителей просят не выходить на улицы без необходимости и по возможности не передвигаться на личном автотранспорте. Малайзийские штаты Сабах и Саравак пострадали от масштабных наводнений, более 5000 человек были вынуждены покинуть свои дома. По данным Национального агентства Малайзии по борьбе со стихийными бедствиями, в некоторых частях штата Сабах вода начала прибывать с первого сентября. Наводнение захлестнуло целые районы в штате Саравак. Для размещения пострадавших жителей были экстренно открыты десятки эвакуационных центров. В районе Лимбанг за двое суток было зарегистрировано до 200 мм осадков. В Катакинабалу, столице штата Сабах, выпало более 140 мм осадков за 24 часа и 130 мм в течение следующих суток. Река Падас в Бофорте превысила опасную отметку 8 м. В январе 2021 года Сабах и Саровак также пострадали от наводнения. За сутки на Земле произошло 295 землетрясений с магнитудой от 2,0 до 5,9. Землетрясения с магнитудой равной пяти или более произошли в шести странах, в каких именно вы можете увидеть на своих экранах. Ну и конечно же, минутка позитива на канале. Национальный монумент скалы-палатки Каша Катуви находится в шестидесяти километрах к юго-западу от Санта-Фе в штате Нью-Мексико, на высоте 1950 м над уровнем моря. Местность причислил к национальным монументам президент Билл Клинтон в январе 2001 года. Название это появилось благодаря необычному внешнему виду скал. Они действительно напоминают палаточный городок. Конусообразные палаточные формирования – результат активной деятельности вулканических извержений, под действием которых сформировались скалы из пемзы, пепла и остатков вулканического туфа. В течение многих лет на эти скалы действовала эрозия, а также ветер и вода. Они высекли в скалах каньоны, щели, глубокие и живописные ущелья, отшлифовали породу, сделав красивое обрамление скал гладкими полукругами. Спасибо вам за просмотр выпуска. Спасибо за внимание. До завтра.